Навешивание ярлыков. Данная ошибка относится к личным характеристикам человека. Ее совершают, когда некое свойство характера, когда-либо им проявленное, считают его неотъемлемой и неизменной характеристикой. Афоризм Козьмы Пруткова, единожды солгавший «Кто тебе поверит», напоминает о важном библейском принципе. Доброе имя лучше большого богатства и добрая слава лучше серебра и золота. Притча 22.1. Действительно, вряд ли кто поверит нашему свидетельству, если будет видеть, что сами мы доверия недостойны. Да и к сведениям, которые мы сами получаем из ненадежного источника, всегда следует относиться с определенной долей осторожности. Тем не менее, сходу отвергая тезис исключительно на основании недоверия к источнику, мы совершаем генетическую ошибку. Но ею проблема не ограничивается. Иисус наставлял учеников «Не судите, да не судимы будете» Евангелие от Матфея, 7 глава, 1 стих. Вынося окончательный вердикт, мы пускаем из виду, что человек мог совершить тот или иной проступок, проявляя слабость или поддавление обстоятельств, как в случае отречения Петра. Или же просто по недомыслию. Так Писание называет Давида мужем по сердцу Божьему. Деяние 13.22. Но все ли из того, что он делал, соответствовало этому определению? Отнюдь. Ведь как утверждал заглавный персонаж известного диалога Григория Сковороды, «Не я Бог и согрешаю, я опять-таки небес и каюсь». Причем имя этого персонажа, Варсава по-еврейски, сын Савы, намекает на самого автора диалога Григория Сковороду. Наконец, человек со временем меняется, и это тоже нельзя не принимать во внимание. Ну, например, в Новом Завете Самсон упоминается среди выдающихся героев веры, послание евреям 11.32. И сколько же проповедей в церкви и уроках в воскресной школе звучит о нем, как о примере для подражания. С благоговейным восторгом проповедники и учители на все лады расписывают его геройство, типа второго послания филистимлянам в виде ослиной челюсти. Но какой же, позвольте спросить, положительный урок может извлечь народ Божий из похождения этого эмоционально неуравновешенного эгоиста и сластолюбца? Ведь будущее посвящен Господу по обеду, он даже прикасаться к этой челюсти не имел права, равно как ни к женщине и ни к вину. Практически вся история Самсона, история отступничества. Одно за другим он нарушает все условия завета, но пока хоть в чем-то малом он остается верен, Господь не оставляет его. Ведь не в волосах же была его сила, а в Боге. Волосы оставались последним, в чем он до поры до времени хоронил верность завету. Героем веры нечестивый Самсон стал лишь в последний день своей жизни, когда, как мы читаем, возвал Самсон к Господу и сказал, Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже. Книга Судьи 16.28. Вешая же на него определение герой веры, как положительный ярлык на всю жизнь, мы тем самым одобряем все, что когда-либо он делал, несмотря на бесчестие им творимое. Иеремия риторически вопрошает, может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и бар с пятна своей? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Но и это не окончательный вердикт, а призыв к покаянию, ибо невозможное человеком, возможно, Богу. От Луки 18.27. Так известный гонитель церкви Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Книга Деяния апостолов, 9 глава 26-27. С этого началось служение апостола Павла, ибо Варнава не навешивал ярдаков. Его интересовало не то, кем Савл был в прошлом, а сама суть его проповеди и те изменения в нем, которые она отражала.